я вам сниму один фильм сейчас но пробный не подсказали как выставить правильные установки на камеру я попытаюсь сравнить у нас теперь будет самая лучшая камера уже мои подписчики начали мне помогать и посмотрим что с этого получится вот смотрите уже у нас осень начинается сегодня эти уже листья скоро будет некрасивые съемки и уже ночью днем утром 3 градуса тепла вот уже работать становится гораздо сложнее вот смотрите это у нас вот такой указатель он написано выезд из калуги 113 метров то есть это указатель как как вы смотрите я вам покажу с этой стороны вихляндии вот у нас там домик и и такая входная группа то есть вот здесь вот у нас стоянка в этом году подсыпали такой асфальт он рассыпчат и все у нас потихонечку все равно движуха идет хозяин вкладывать в деньги развития вот этой инфраструктуры то есть подъезда вот такой ему сделал входную группу то есть не входную а а указатель как выехать от этой усадьбы и там еще рядом есть еще громадная стоянка ну ей мы занимаемся то что смотрите здесь стоит такая свинка свинка такая худая хитрая звать эту свинку додик сейчас я ближе подойду посмотрим ее вот этот додик он три года ему уже а он хитрый не жрет ничего чтобы не поправиться чтобы вы не сожрали вот обрежу чтоб не сожрали хозяин смотрел смотрел на вот эту всю весь непотреб пошел ты нафиг пинка дал его выгнал на улицу не жрешь говорит ну живи сам и вот он здесь он стоит подрабатывает на 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 то чтобы туристы знали как им отсюда выехать и так он вот хитрая свинка называется то есть такой указатель посмотрите вилочка вилочка в корнях закрученная посмотрите под даже близко вообще подойду простая хорошая работа люди с удовольствием и воспринимают то есть такая поросящая тема а вот это смотрите очень интересное у нас здесь дальше продолжение вот это называется бордюр то есть я потихонечку вот смотрите я вам покажу этот бордюрчик он далеко то есть вот эти бордюры я начал делать ну лет пять-шесть назад и ну по плану я хочу вот это все благоустроить видите и вот это пойдет на выезд уже мэрия ну дает добро отмашку делайте что хотите то есть и губернатор говорит не мешайте там у них какая-то программа помогать вот этим предпринимательным которые кладывают деньги в развитие своего города и не то есть ну хотя бы нас не трогаем вот видите мы сделали такое где ну должно быть бордюр виде полена деревянного но и что я сделал а потом начали делать ну говорю давай веточки сделаем давай сиденья потом открыл рот ему и и получился у нас такой крокодил один турист пришел говорит а что это такое ну это говорю такой моем мотоцикл крокодил и знаете как они назвали нас они назвали его крокоцикл и вот так потом ему выхлопную трубу доделали посмотрите сидушку эти люди в восторге вот они садятся фотографируют смотрите у нее даже там спидометр и стахометр или как его назвать там то есть он что-то меряет смотрите цепи вот это такое у нас только судите в носу у нее какая-то куда же сигналить может но самое интересное посмотрите что у нее там внутри а внутри у него такая вот смотрите нога она она нога это нога вот этого ну будем байкера который приехал на таком крокоцикле а бензина то не хватило а он уехал в сказку посмотреть ну крокодилу захотелось же он и его откусил понимаете и да доехал ему ну топлива хватило но это то что ты плачет жалко своего уж этого байкера ну такая принципе задумка то есть вот такая вот ну мы думали люди боятся будут туда-то мне они что-то любят этого крокоцикла вот этот и сразу выходит его облепливают вот смотрите дальше у нас есть вихляндия 2010 года то есть это в 2010 году я начал строительство этого этой дачи или этого проекта ну сначала он задумался как частный дом вот вот этом задумался просто ему дом построю потом люди стали требовать посмотреть сделали билеты начали с этих денег строить дорогу вот этот развивать улицу и вот у нас потом я сделал такой указатель что это это ну будем назовем пограничный столб страны вихляндия а теперь губернатор еще он он то поле отдал его говорит пацаны классные вы вот вам земли мало берите там еще хринячки то есть ну теперь надо еще пять гектаров застраивать не знаю чем не ну я знаю чем то есть не знаю как и и где столько сил надо взять там тысячу квадратов надо чего-то лепить какую-нибудь крепостную стену или китайскую или козельскую или татар монгольскую что-то будем думать а вот это смотрите здесь хулиганы раньше ходили они здесь вот здесь смотрите какая красота вот это речка видите здесь речка смотрите речка мы ну она такая маленькая а там хозяин взял и груда выкопай ее чтобы у тебя речка была человеческая вот он ее выкопал и теперь у нее там ну как бы большая речка но здесь были такие сморчки козельские сморчки вот смотрите вот такие хулиганы они здесь и выпивали курили там вот такой вот и ну я сделал такую небольшую шаржу вот одного звать пипа гога и боба и два этих этих что-то ну забыл как называется то есть вот это пипа гога вот они здесь а стоят ну тоже люди любят вот ну сюда подходить а теперь смотрите вам интересно будет посмотрите вот этот бордюр вот вы можете посмотреть что с ним стало за пять лет я вам покажу посмотрите самое интересное наверное сейчас здесь не видно вот здесь я покажу вот здесь видно вот смотрите видите он пачи воздухе висит там такой хитрый фундамент он но с таких блоков сделал не блоков вот видите такая бетонная плита не за как и называется ноги и желоба вот такие люди желоба прямо на землю ну я не понял наверно там под ленточный фундамент и вот вы варила такую конструкцию смотрите она сползает в землю вроде бы какой-то на но она стоит я вам покажу смотрите видите вот как как держится этот это наша конструкция на сетке вот вот из микро щель есть она видать над поплитам здесь сопряжение они дышат вот а вот видно судили вот видны вот здесь отречены и рванула вот она здесь дышит на каждые 4 5 метров заборы дышат ну длине заборы 6 метров надо делать температурные швы вот вот ну вот здесь тоже какой-то рванула ну не знаю почему вот здесь башенка башенка держит вот смотрите дальше вот увидите вот если плита заканчивается плита заканчивается я вам показываю вот смотрите вот так забор ведет и чтобы не делал он все равно будет здесь надо ли температурный шов делать тут что плиты делаю 6 метров вот они здесь дышат то что на только длине он расширяется ну вот немножечко видно что там движуха там тоже какой-то ли блок стоит вот видите вот здесь его порвало по длине вот здесь порвало потому что смотрите видите там видать грунты вот видите фундамент то такой вот сделан и речка ну вот он стоит вроде бы не сполз после там там даже какая-то там этот жук какой-то ползет не знаю видать его ли не надо вот смотрите дальше то есть микротрещины есть ну в принципе он хорошем состоянии вот видите плиты заборы вот этот забор вообще без фундамента вот смотрите вот такой этому забор уже там в 8-9 лет вот он так вот выглядит смотрите вот этот забор 9 лет и он стоит за счет того что он кривой поэтому он упасть не может он кривой и он напираются в тот гараж подпирает гараж вот он идет идет смотрите я его загнул чтобы он не упал здесь он повернулся и смотрите и он вряд лики пошел речь к он висит в речке там тоже он висит за счет того, что он армированный и типа он идет как ригель. Вон, смотрите, тоже конструкция вот вам техническая. Смотрите, там блок лежит. И вот эта башня, опертая на этот блок. Ну, я там какие-то арматуры пустил, за деревья мы их зацепили. Ну, вот уже ему лет, наверное, пять. Это вот эта вся... Представляете, это набережная. Ну, это сложное вообще гидротехническое, или как его там умное слово сказать, сооружение. Оно... Дом стоит на ригелях таких, он... Такие, ну, балки, которые затянуты туда дальше, и плита залита. То есть он плавает на вот этих ригелях, и опять там не свай, ничего нету. То есть вот он вот, типа вот, вот так вот я сделал, но вроде бы стоит, не упало. Ну, вот это, что я хотел вам показать. Вот этого крокосикла я вам хотел показать. И вот эту набережную. Ну, вот забор. Смотрите, тоже вот этому забору восемь лет. Смотрите, вот, глядите, я вам показываю. Ну, и близко показываю. Ну, вот так вот так он себя ведет. Ну, я смотрю трещины. Ну, ну, нет, ну, может и не есть, просто их не видать я. Вот. Вот так ведет забор, который стоит тоже без фундамента, стоит около речки. А это гараж. Гараж был построен, из кирпича. Вот тоже, я бы просто его не смотрел, но вот я вам показываю стены. Вот так они выглядят. Это, ну, лет семь-восемь. Это первая работа, что я ему делал. Вот смотрите, собака, как вчера сделанная. То есть, это, ну, вот, бетон, лепка. Вот смотрите, штукатурка не лучится, ничего. То есть, нормально оно себя ведет. То есть, вот эта башня, она башня с арматуры сделана, сетка, ну, просто она сама стоит. И тоже у нее там фундамент, там, плита. Ну, ей падать некуда. Вот она уперлась в гараж, стоит. А здесь мы подперли ее входной группой. А вот этот забор, он построенный, ну, уже был фундамент. Я его просто по своей технологии сеткой сделал, мой свой забор. А покраска, смотрите, покраска финской краской, не моей. Вот она, уже, смотрите, такая белая, она, ну, то есть, она ультрафиолет не выдержала. Ну, вот это беш выдержал, может, это я своей краской. И вот, смотрите, вот этот забор, как бы каменный, вот так он ведет. Ну, видите, какая-то, здесь цемент, наверное, не кидали цемент. Ну, вот он сыплется. Он белый, цемент. Видать, здесь один к четырем что-то мутили. То есть, ну, это забор, ну, как, кладку не я делал. Ну, что хотел, я вам показал по этому проезду.